Братья и сестры, какие друзья, которые, может быть, первый раз пришли к нам на богослужение. И я бы хотел обратиться к Священному Писанию, наверное, одному из таких очень часто цитируемых мест или читаемых мест в христианских церквах. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха и ниже. И еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую, мне часть имения, и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там растащил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, перестал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и побежав, пал на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против тебя и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте персень на руку его, и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка, и заколите с ним есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здорово. Он отсердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот сколько я лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Аминь. Вы знаете, действительно, это одна из таких больших притч Иисуса Христа. Она записана в Евангелии от Луки. Лука достаточно подробно изложил эту притчу. Все другие евангелисты почему-то упустили или не упустили, сознательно как-то так об этом не отмечали, но Лука достаточно подробно излагает. И, вы знаете, я бы хотел, в силу того, что эта притча действительно очень большая, и, наверное, вряд ли всех каких-то аспектов коснуться можно в рамках нашего сегодняшнего богослужения, но какие-то отдельные моменты я бы хотел отметить. И, вы знаете, я хочу сказать, что, конечно же, в большинстве своем мы понимаем, что главная мысль этой притчи – это безграничная любовь и милосердие Отца, которая проектируется на Бога Отца нашего. И я хочу сказать даже, знаете, когда мы вбиваем, может быть, в каком-нибудь поисковике в интернете притча о блудном сыне, то она всегда выдает Евангелие от Луки, 15 главу, но почему-то эта притча не о милосердном Отце называется, а также, как, помните, если есть такая притча о неправедном судье, но почему-то там центральная роль отвезена вдове, которая настойчива, которая устремлённа, но вот как-то почему-то люди пытаются концентрировать, может быть, какое-то своё внимание на блудном сыне. Ну, конечно же, здесь центральная мысль – это вот это вот великое милосердие Бога Отца, ожидание покаяния сына, ожидание возвращения сына. Конечно же, оно имеет центральное значение. И я бы хотел, прежде всего, отметить контекст этой притчи, почему она была сказана Иисусом Христом, в каком контексте, с какой целью Христос говорил эту притчу. И об этом указывается также в Евангелие от Луки, 15 глава, 1-2 стих. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи и шеи книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». И когда вот этот вот ропот произошёл, Христос дал, описывает Лука три притчи. И вот одна из которых последняя – это притча о блудном сыне, о том сыне, который как-то поступил неправильно, но потом вернулся. Знаете, всегда в жизни, в нашей жизни, мы видим всех людей, которые… Есть люди, которые, как в мытаре и грешнике, они нуждаются в Боге. Они приходят к Богу, и всегда, наверное, будут те люди, которые считают себя праведными, они будут каким-то образом недовольны и говорить, ну, как вот этот человек даже, вот он разве… Он может прийти к Богу. Но Христос говорит, что покаяние и дверь спасения – вот это принятие Отца, оно универсально. Она универсальна для любого человека. Конечно же, не Христос заставлял этих мытарей и фарисеев становиться мытарями и фарисеями. Это был выбор этих людей. И, конечно же, Христос не поощряет это. Библия не поощряет грех, Библия не поощряет какое-то такое беззаконное поведение, Библия не поощряет коррупцию или еще что-то. Она, наоборот, говорит, что так поступать нельзя. Но Бог говорит о том, что если ты поступаешь плохо, если ты грешишь, и жизнь твоя еще продолжается, то у тебя есть время покаяться. У тебя есть время обратиться к Богу. Вы знаете, это великая милость Божья. Это великая милость Божья, что Бог, несмотря на то, что мы когда-то избираем свой путь, и этот путь может быть неправильный путь, мы выбираем быть мытарями или грешниками, несмотря на это, Бог все равно готов принять нас. Бог готов простить, Бог готов восстановить нас. И вы знаете, второе, то, что я бы хотел отметить, это то, что младший сын, как я уже говорил, здесь не будет речь вестись о всей притче, наверное, какие-то отдельные аспекты подчеркнуть. Младший сын, он, я бы сказал, так постепенно подходил к вопросу выдела доли наследованным имуществом и какого-то последующего изъятия и пользования этим имуществом. Не сразу это все произошло, он попросил, мы читаем, Христос говорит о том, что постепенно он сразу попросил отца разделить это имущество, и отец разделил, то есть он, скажем так, очертил, и, наверное, по справедливости часть, половину, наверное, сыну одному, половину сыну другому. Я думаю, что все мы знаем, что вот этот вот акт, он уже был абсолютно аморален, этот акт, он был, вот это требование раздела доли наследства, при живом отце он переходил все границы, и по закону того времени, по закону Востока, то этот сын должен был быть жестоко наказан, но, несмотря на это, отец разделил это имущество. И потом проходит время, мы читаем в Священном Писании, что через какое-то время, он говорит, ну, не только разделил, а изобрал это имущество, и пошел, и начал его каким-то образом использовать. И здесь, конечно, я хотел бы отметить, что интересно поведение старшего брата, ведь у него также получилось это имущество. Отец, он был справедлив, выделил одному долю, другому, но старший брат, он не воспользовался своей долей. Об этом говорит Лука, 15 глава, 31 стих, он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. Другими словами, отец говорит на как бы справедливые слова вроде бы его брата, старшего брата, что почему, почему я не имею вот такой праздник, возможно, никогда, а вот здесь пришел младший брат, он согрешил, он сделал то, что, в принципе, он приступил все границы, которые можно. Отец говорит, вот все, что у меня есть, это твое. Знаете, это интересно. Почему? Потому что младший витович взял свое и пошел, распустил, он прогулял это имущество, написано, с блудницами находясь. И, знаете, в этой ситуации какой вывод мы можем сделать для себя? Это первое, то, что нам не нужно завидовать богатым людям или тому богатству, которое добыто неправедным путем. Знаете, наше самое большое богатство сына – это общение с отцом. Это то, что нельзя оценить. Знаете, есть такое понятие имущественная ответственность. Вот когда мы говорим о современном государстве, о том, что есть имущественная ответственность. Эта ответственность, она позволяет восстановить утраченное до того момента, когда совершено какое-то деяние, положение. Ну, то есть, если у тебя побили окно, то тебе либо восстановят окно, либо заплатят деньги, и, в принципе, ты получишь какое-то восстановление. Но я хочу сказать, что есть то, что невозможно восстановить. Это то, что нельзя купить за деньги. Вы знаете, мы не можем восстановить наше общение с отцом. Его можно утратить, его можно потерять. Но только Бог, Он может восстановить это общение. Это то, что очень ценно. Это то, что нельзя оценить ни в какие деньги. Знаете, иногда, когда ты смотришь на других людей, есть люди, которые живут, ну, неправильно, мягко говоря. Они живут, обманывают, живут вроде бы хорошо. Кто-то болеет, кто-то беден, а он богат, он обманывает, он крадет или еще что-то делает, он других людей каким-то образом уничижает, и у него все в жизни хорошо. Но, знаете, сегодня вот на первом служении уже говорилось об этом, и Давид, он говорил, не ревнуй злодеям и не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий слаг, увянут. Упывай на Господа, делай добро, живи на земле и храни истину, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. В притчах экклесиаст говорит о том, что не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не умеет будущности. «Светильник нечестивых угаснет». Знаете, великое благословение – это когда мы можем ценить то, что у нас есть с Богом. Это когда, несмотря на то, в какой ситуации мы не находимся, и в какой ситуации не находятся другие люди, возможно, которые ведут неправильный образ жизни, мы можем ценить вот это общение с Богом. То, что мы являемся детьми Божьими. Мы можем иметь будущность. Библия говорит о том, что «светильник нечестивых угаснет». Нам не нужно завидовать, нам не нужно каким-то образом для себя огорчаться в этих вещах, но это великое благословение, когда мы можем быть с отцом. Знаете, благословение старшего сына, которое он испытывал, может быть, не до конца понимал – это то, что он был с отцом. И вы знаете, в нашей жизни всегда приятно, когда у нас есть наши земные родители. И, наверное, особо понимаешь, когда они перестают быть, когда они умирают, и ты становишься без родителей. Конечно же, ты особенно понимаешь тогда, что значит родители. Вы знаете, я как-то общался с одним братом, ему уже было достаточно… Ну, он был, скажем так, не юн, у него были уже внуки. И он говорит, ты знаешь, у меня недавно вот умер отец. Мой отец, он был верующим человеком, отец у него был верующим человеком. И он говорит, ты знаешь, вот такое было благословение, когда папа был. Он говорит, это был, как мне сказал, так запомнилось, как духовный зонтик. Какие-то проблемы возникали, папа молился. Я, говорит, я чувствовал вот эту поддержку отца, поддержку родителей. И вы знаете, мы, как верующие люди, я подумал для себя, какое великое благословение то, что мы имеем Отца Небесного, что мы есть дети Его, что это гораздо больше того материального, которое можно посчитать, которое можно поделить, отдать, растратить, либо, наоборот, сделать еще и приумножить. Ибо в общении с Отцом мы всегда, как правило, имеем благословение. И вы знаете, я хочу сказать, что в принципе, когда мы находимся с Отцом, нам хорошо, мы в безопасности. Знаете, жизнь, христианская жизнь, она в принципе, она всегда имеет благословение, в том числе и в материальном этом мире, когда мы на правильных путях находимся. Бог, Он всегда благословляет. Следующий аспект, который я хотел отметить, что вот этот младший сын, он был сыном. Знаете, это не был раб, это не был какой-то слуга, это был сын своего отца. И этот сын, он уже был взрослый, он мог отдавать отчет своим действиям. И вот вырос, отец его растил, растил он, вырос, достиг какой-то зрелости и говорит, отец, отдай мне мою половину. Знаете, очень часто мы, как верующие люди, воспринимаем эту притчу, как евангелизационную притчу, когда она относится к людям, которые, ну, не знают Бога, никогда не знали, не познали, может быть, Господа. И действительно, это очень евангелизационная притча, потому что для людей, которые еще не знают Христа, это действительно так, надо прийти к Богу. Но я думаю, что эта притча также относится и к верующим людям. Знаете, иногда больно смотреть, когда верующий человек, который растет в Боге, идет за Христом, находится в церкви, ты видишь этого человека, и потом в какой-то момент что-то случается, он уходит от Бога, он начинает удаляться от Отца Небесного. Вы знаете, взяв свое, уйти в другую страну. Кажется, рядом с Богом есть безопасность, рядом с Отцом это общение, которое наполняет, которое мотивирует, которое дает возможность правильно поступать. И вот имея вот это познание Бога, познание Христа, человек уходит от Него. Знаете, особенно обидно, я, может быть, так и скажу, обидно, когда это взрослые люди, верующие, которые уже давно в церковь входят, которые, возможно, иногда-то сами были, служили, что-то делали другим людям, помогали, молились, были крепки, и они начинают уходить от Господа. Они начинают идти в другую сторону. И, знаете, когда мы отдаляемся в эту дальнюю сторону, то, как правило, как постепенно приходит вот какая-то моральная, скажем так, охлаждение, то, что написано здесь, он жил распутно, расточаем имение, вот то, что Бог дает человеку, если можно так сказать, конечно, это в кавычках, духовный капитал тот, то, что ты имеешь те характеристики тебя, твой характер, который Бог позволял тебе столько созидать, столько усилий было приложено. Я концентрирую внимание в первую очередь на какие-то духовные качества. Я не говорю просто сейчас о том, о том, что когда ты был верующим, у тебя было все, там, квартира, машина или еще что-то, а потом ты пошел в другую страну, и ты лишился этого. В первую очередь я говорю об общении с Богом. В первую очередь я хочу говорить о том, что важна вот эта вот честность, справедливость, чистота, моральная какая-то непорочность. И человек постепенно уходит от этого. Постепенно меняется его внешний вид, меняется его внутренность. Возможно, не сразу, вот так вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И вы знаете, я хочу сказать, если есть такие верующие, или, может быть, кто-то слушает, то я хочу сказать, что в первую очередь мы лишаем себя того, что могли бы пользоваться, будучи с нашим отцом. И в первую очередь это отношение с нашим Богом, с нашим отцом. Мы лишаем себя. Удалением в эту другую страну мы уходим от отца. Знаете, старший сын, он мог всегда обратиться к отцу, он быт с отцом. Младший сын, он ушел в другую страну. У него не было возможности быть рядом с отцом. И следующее, что я хотел бы отметить, что, несмотря на то, что вот это происходит, отец долго терпит, ждет и принимает обратно. В послании Петра, 3 глава, 9 стих записано, что немедлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Эти слова, они написаны Петром к первоапостольской церкви. Это церковь первого века, которая тогда существовала. Вы знаете, совсем недавно я общался с братом, я попросил брата просто, он историк по образованию, и в силу того, что у него такой сложившийся, сложившиеся навыки есть, в том числе научные навыки, работы с источниками, я попросил его уточнить по какому-то вопросу, подготовить, чтобы можно было потом выступить на конференции, осветить этот вопрос подробно. И вот как-то мы с ним пересеклись, и он мне рассказывает, говорит, ты знаешь, я вот начал от этим вопросом, о котором ты мне говорил, интересоваться, и прочитал несколько источников, христианских источников, авторов первого-второго века. Говорит, самое интересное, что, говорит, все вот эти вот источники, все эти тексты, они пропитаны абсолютно вот таким вот ожиданием Христа. То есть никто не рассуждал на такие бытовые темы. Практически это даже не обсуждалось. То, что интересует нас сейчас, оно даже не обсуждалось. Там никто не мерил, какую одежду там или еще что-то можно носить, не носить, там пользоваться айпедом или не пользоваться. Я утрирую, конечно, да. Но речь шла исключительно об ожидании Христа. Когда мы читаем послание, оно действительно так оно и есть. Мы видим это, что церковь очень-очень-очень сильно ждала Христа. Мы видим о том, что даже имение продавали, и вот было такое ожидание Христа. Все думали, что если не сегодня, то завтра. Если не год, то через два-три точно придет Христос. И когда Христос не приходил, то некоторые говорили, ну, так кому, что он вообще не придет? Поэтому Петр пишет, что немедлит Бог обетованием, когда Христос должен был прийти, но он долго терпит. Вы знаете, вот что такое долготерпение Божье. Бог долго терпит. Он ждет, чтобы люди обратились к Нему. Знаете, иногда я смотрю на тех людей, которые перестали ходить в церковь, были вот сынами, дочерями Божьими. И я просто удивляюсь иногда. Мне кажется, ну, сколько Богу еще нужно долготерпеть, чтобы ты вернулся? Но Бог долго терпит. Бог ждет, чтобы этот человек вернулся, вернулся к Отцу. И у меня всегда возникает такой вопрос, он риторический вопрос. Ответ на него очевиден. Следует ли злоупотреблять долготерпением Божьим, братья и сестры, в нашей жизни? В нашей жизни? Ответ, конечно же, нет. Не нужно злоупотреблять вот этим долготерпением Божьим. Бог дает время одуматься. Бог всегда дает время одуматься. Но какое это время, мы не знаем. И в Евангелии от Матфея говорит по этому поводу следующая, пятая глава, двадцать пятый стих. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, судья не отдал бы слуги, и не вергли бы тебя в темницу». Христос описывает обычный гражданский спор, который возникает между людьми. Этот спор, который может понести какое-то наказание, тогда, к примеру, допустим, если ты не отдавал долг, тебя могли посадить в долговую яму, в долговую темницу. Он говорит о том, что еще до начала вот этого заседания судебного примирись с человеком. Не жди этого суда. Не жди, когда начнется суд. А уже до этого момента примирись. Не злоупотребляй долготерпением Божьим. Вы знаете, если ты находишься в грехе, то не нужно ждать, когда имение расточится и начнешь нуждаться. Так об этом говорит, такими словами говорится об этом младшем сыне. Вы знаете, к сожалению, младший сын, написано в Евангелии от Луки так, смог прийти в себя только в 17 стихе, когда он расточил имение, когда начал нуждаться, когда был голод и когда он пришел для того, чтобы быть со свиньями. И только в этот момент он задумался. Написано, пришел в себя. Знаете, интересное вот это вот слово сочетание, пришел в себя. То есть, а где он был до этого? И мы понимаем, о чем речь, да? То есть, когда мы говорим, человек не в себе, да, что-то вот, это то, что не свойственно ему, да? То есть, в разумной ситуации он бы так не поступал. И смотрите, сколько пришлось иметь вот этого вот, вот этих вот этапов, да? Как я уже назвал, четыре, расточил имение. И я хочу сказать, знаете, братья и сестры, собирать всегда сложнее, чем расточать. Духовно гораздо сложнее свой характер созидать, чем попускать чему-то, попускать греху действовать в своей жизни. Гораздо сложнее научиться прощать, научиться не гневаться, нежели гневаться и не прощать. Гораздо сложнее научиться не прелюбодействовать, чем прелюбодействовать. И вот это то, что Бог созидал, вот это имение, которое было у человека, Он постепенно его растощает. Оно проходит по чуть-чуть, но оно уходит. И потом он начинает нуждаться. Вы знаете, ведь он сам поставил себя в такие условия. и я хочу сказать, как правило, нужда приходит относительно быстро. Знаете, когда я слушаю свидетельства людей, которые имели какие-либо зависимости, то, то, что я слышу очень часто, это то, что достаточно быстро начинает формироваться зависимость. и поначалу тебе кажется, что ты контролируешь это все, а потом ты понимаешь, что ты уже это не контролируешь. И следующий этап, это был великий голод. Это внешние какие-то объективные обстоятельства. Был великий голод, какие-то внешние трудности. И вы знаете, написано, что у него имения к этому времени уже не было. Вот то, что у него было, вот большой вот этот вот капитал, который отец ему дал, опять же, судя по контексту, он его не заработал, да, он получил от отца то, что он даже не заработал. А вот, и вот отец дал ему это, он растратил и наступил великий голод. Большие трудности. Знаете, нам сложно сейчас понять, что такое великий голод. Я когда у тети своей спрашиваю, а как вы жили после войны? Говорю, как вы младенцев воспитывали, потому что мне непонятно, потому что, знаете, когда у нас есть смеси, у нас есть там куча лекарств, там, а она говорит, ну как, как, вот сделали там из хлеба, если был хлеб, в анучу, ну, в тряпку, да, и говорит, вот ребенок ел это. И, знаете, я говорю, а где вы жили? Она говорит, ну, где жили? Не было, дома спалили, говорит, жили, в чем приходилось, в землянках там еще. И это совсем не так далеко было, вот этот вот голод. И, конечно же, нам непонятно. Я хочу сказать, что если бы у него было имение, этот голод бы было прожить гораздо легче. Потому что у него было имение. Ему было бы легче гораздо прожить этот голод. Но, вы знаете, вот эти вот внешние обстоятельства, они заставили его прийти к тому, что он никогда не делал никогда в своей жизни. Пришел пасти свиней. То есть, это было самое-самое-самое, низкое вот в иерархии вот этих вот людей к того времени. Особенно для иудеев вообще со свиньями нельзя было общаться. Это нечистые животные. И он пришел туда. Знаете, когда иногда Бог использует вот эти вот внешние события, я хочу сказать, что я никому не желаю, чтобы в нашей жизни Бог использовал какие-то вот эти внешние события для того, чтобы обратить наш взор к нему. Но иногда Бог это использует. Знаете, я как-то смотрел фильм о раке, ну, об онкозаболевании, заболевании. И меня очень удивило слова одного из человека, которого интервьюировали. Это был актер, ему было, по-моему, порядка 60 лет. Он говорит, знаете, рак – это благословение. Ну, он использовал такой, скажем, евангельский терминологию, но при этом он как бы из контекста видно было, что он не являлся евангельским верующим, он был христианином, но как бы вот он говорит, рак – это благословение. Я так думаю, я напрёкся для себя, думаю, ну, что значит благословение? И он потом объясняет, он говорит, вы знаете, говорит, это возможность какого-то времени определенного подготовиться к вечности. то есть ты знаешь, что вечность ближе, чем ты думаешь. Ты понимаешь это. И он говорит, представьте, если будет там сердечный приступ, у человека нет возможности что-то осмыслить, как-то подготовиться, ещё что-то. А здесь Бог даёт тебе какое-то время для того, чтобы подготовиться и для того, чтобы пересмотреть как-то свою жизнь, ещё какие-то вещи. И я никогда не рассматривал вот именно рак, как человек верующий именно с такой позицией. И я здесь задумался. Я задумался, что человек вот так вот говорит. И вы знаете, я хочу сказать, действительно, благословение, когда Бог даёт нам это время. Когда Бог даёт нам время одуматься, посмотреть, пересмотреть к чему-то свою жизнь. Когда мы понимаем это. И как я уже говорил, я бы не хотел никому желать это. Никакие вот эти внешние трудности, ни переживания голода, ни переживания со своим здоровьем или со здоровьем окружающих других людей, детей или ещё кого-либо. Пусть Господь болезнь болезнь или какие-то трудности является из-за того, что мы грешим или что-то делаем не так. Но иногда вот глядя на жизнь людей, дочётливо видишь, что наверное, это то, что позволяет человеку задуматься. Вы знаете, часто Бог посылает трудности, чтобы вернуть нас к себе. и через это Он показывает то, что мы Ему не безразличны. В Евреям написано следующее. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами, ибо если есть какой сын, которого бы не наказывал отец? Это риторический вопрос. Конечно же, нет. Мы наказываем всех своих детей. Кто-то больше, кто-то меньше, в разных формах, но мы наказываем. для того, чтобы они исправились, для того, чтобы они поступали правильно. Евреям 12 глава 11 говорит, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, это правда, а печалью. Но после наученным через него достигает мирный плод праведности. Вы знаете, иногда я думаю, что каждый из нас может об этом говорить, что вот какие-то трудности, вот эти внешние трудности, которые ты не можешь контролировать, вот как голод, как неурожай, ты не можешь контролировать это. Они приходят в жизнь, ты иногда можешь не понимать, почему, но через которое время ты проходишь и ты говоришь, Господи, спасибо за то, что ты через это также обратил мое внимание на тебя. Мой взгляд, он был обращен на Господа. И вы знаете, я бы хотел, чтобы мы в своей жизни, чтобы каждый из нас, которые мы имеем в своей жизни, чтобы было всегда благословение Божье. Я бы хотел пожелать каждому из нас, чтобы мы всегда оставались с Отцом. Я бы хотел пожелать, чтобы мы не злоупотребляли вот этим долготерпением Божьим, которое Господь нам дает. Если мы понимаем, либо не понимаем это. И лучший путь, исходя из Евангелия от Луки, это быть с Отцом Небесным. Так говорит Отец. Он же сказал ему, Сын мой, ты всегда со мной. Это счастье для верующего быть всегда с Богом. И все мое твое. Это подчеркивает Отец. Ты всегда со мной, и все мое Твое. Вы знаете, я бы хотел, чтобы мы сейчас молились и молились о том, чтобы в нашей жизни вот мы ценили вот это общение, которое мы имеем с Отцом Небесным. Я бы хотел, чтобы мы молились, чтобы мы ценили вот это благословение, которое мы имеем, переживая Отца Небесного в своей жизни. Вы знаете, если, может быть, есть люди, которые понимают о том, что им нужно покаяние, то я хочу сказать, что не ждите долго. Лучше это сделать сразу же, когда вы начали это понимать. Лучше не испытывать это долготерпение Божие. Когда мы пришли в себя, не ждать, когда мы докатимся до этого уровня, когда вот этот вот младший сын, он пришел к этим свиньям. Гораздо правильнее, что ли бы, так сказать, когда мы, понимая, когда мы понимаем свою неправоту, мы сразу же обращались к Богу. Мы не пытались идти против Него, как когда-то Павел пытался идти против вражна. Так, очень так символично Писание об этом говорилось. Поэтому пусть Бог благословит нас в этом, чтобы мы понимали эту ценность и дорожили вот этим долготерпением Божьим, которое мы имеем в своей жизни. Давайте помолимся. Аллилуйя, дорогой наш Отец Небесный, Ты видишь, Господь, каждого из нас. Я благодарю Тебя за то, что, Господь, мы дети Твои, Господь. Мы имеем вот эту вот великую милость, Господь, быть в общении с Тобою, Отец. Мы можем быть с Тобою, Господь, мы можем наслаждаться, Господь, Твоим присутствием, Господь. Все Твои,